День голосования за кандидатов в депутаты в Бресте прошел ярко, а в некоторых избирательных пунктах незабываемо. На местах к процессу организации выборов старались подойти креативно, где-то с музыкой, где-то с конкурсами. Несмотря на раннее утро воскресенья, на участке номер 6, который расположился в здании средней школы номер 5, избирателей было много. Притом практически каждый третий привел с собой ребенка. Белорусский республиканский союз молодежи организовал для воспитанников учреждения образования спортивное мероприятие. Таким образом, бричане смогли совместить приятное с полезным. Пока папы болеют за детей, мамы голосуют. Мы готовились к данному событию вместе с семьей. Сегодня уникальная возможность выпала поучаствовать в Спортландии для ребенка и заодно прийти проголосовать. Бричане Татьяна и Андрей Филипповы ни разу не пропускали выборы. Семья считает, что каждый гражданин просто обязан голосовать, при этом своим примером показывать это подрастающему поколению. Поэтому маленькая дочь также сопровождала родителей с интересом, изучая избирательный участок. Почему выборы это важно, взрослые ответ на этот вопрос знают, а малышей учат. Гражданский долг, всегда мы голосуем, всей семьей. А доченьку решили, почему взять, чтобы на будущее училась? Ну, она всегда со мной, без меня просто не может, поэтому везде мы с ней. Часто ли участвуете? Все время. Почему? Ну, как долг человек. Да, и вот поэтому все приходят, стараемся каждый раз посещать. К важнейшему политическому событию года обречения отнеслись ответственно. На момент 11 утра на избирательном участке номер 6 уже проголосовало более 30%. При себе необходимо иметь паспорт, либо любой другой документ, удостоверяющий личность. А сделать правильный выбор и отдать свой голос – это долг каждого гражданина Республики Беларусь. На каждом избирательном участке областного центра был сделан акцент на навигацию. Везде подсказки – номера домов, название улиц, куда подходить и что предъявлять – подсказывал любой член комиссии. Ведь для некоторых избирателей эта компания первая. Тем, кто голосует впервые, это наши молодые люди, которым в этом году исполнилось 18 лет. Мы им даже будем дарить маленькие памятные подарки, чтобы этот день остался для них незабываемым и остался какой-то след и память о первом участии в избирательной кампании. На избирательном участке номер 15 была создана безбарьерная среда для инвалидов и подготовлены бюллетени для слабовидящих. Ведь эта категория людей хоть и ограничена в своих возможностях, но безгранична в плане желания проголосовать. На участке номер 107 по адресу улицы Суворова, 104, многолюдно было с самого утра. Леонид Арибжанов решил начать свой день с приятного и ответственного события. Мужчина ни разу не пропускал выборы. В этот раз также не посмел нарушить традицию. По крайней мере, еще ни разу никогда не пропускал. Почему это для вас важно? Ну, потому что надо, чтобы наш город процветал, развивался и был самым лучшим в Беларуси. На каждом участке за ходом избирательной кампании следили наблюдатели. Выборы на данном участке проходят в соответствии с избирательным кодексом. Обеспечены условия тайных голосований, безбарьерная среда. На участке имеется избирательный кодекс, конституция. Наблюдается повышенная активность избирателей, даже в выходные дни, несмотря что суббота была рабочей. Люди проявляют активность, учитывая важность парламентских выборов. Всего правом голоса в Беларуси обладает 6,8 миллиона человек. По всей стране было организовано почти 6 тысяч участков для голосования. Открылись они в 8.00. Вплоть до 20.00 люди приходили и голосовали. Это важное государственное событие состоялось благодаря каждому белорусу, отдавшему свой голос за будущее сильной и процветающей страны. Мирослава Коваленко, Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ.